Лучшая лига мира и стадион Кристалл в Жигулевске. Мы приглашаем вас на вывеску 12-го тура первой лиги российского чемпионата. Тольяттинский Акрон против подмосковных Химок. Итак, короткий обратный отсчет и игра стартовала. И Волков, голкипер Акрона, командует своими Будто Магомедов. Подача, дальняя подача и ничего себе! Вот это удар головой. Вполне возможно и не бил, а так акцентированно сбрашивал на дальнюю Сергей Терехов. Но в створ-то попал просто волшебно. Ну смотрим еще раз. Я думаю, что конечно это была передача, такая акцентированная передача на дальнюю штангу. Там было сразу два партнера Терехова, Хасонов и Руденко. Но их усилия уже не пригодились. Ух, как опасно! Воротынов на дальней штанге замыкал этот удар прострел. И не попадает по мячухе так Хасонов. Мы видели, как одно подключение Степанова очень опасно завершилось! А какой гол! Какой гол! Попадание просто великолепнейшее! Александр Руденко решился на удар с дальней дистанции. И совершенно не напрасно. В ближнюю девятку! Фантастическое попадание! И уже 2-0! В пользу Химок. Савичев в центр на Макарова. И заброс какой! Получился очень приличный! И падение! Подниматься нужно Галкину! Показывает орбитр. Сиденков был очень близко. Ну а дальше попытался мяч полузащитник убрать от Захара Волкова. Ну и уйти от столкновения не получилось. Блистать, демонстрировать лучшие образцы своей игры Обухову. А здесь ошибка Акрона. Передача назад, которую перехватил Руденко. И с острого угла нападающий Химок не попадает в створ. Хорошо, как сыграл Магомедов. И подача немедленно! Александр Руденко ныряет к этому мячу. Совсем чуть-чуть не хватает нападающему Химок, чтобы замкнуть очень качественную подачу Магомедова. А вот теперь бьет Александр Руденко. Отражает мяч прямо перед собой Волков. И защитники выбивают на угловой. Акрон только одну победу одержал. Причем победа эта была костевая. И вот уже четвертую домашнюю игру подряд. Акрон не может выиграть. А здесь, похоже, Иван Сиденков указывает на 11-метровую отметку. Отсюда такое замешательство. Напомню, что никаких видеоассистентов не было. Мяч в голову попал Захару Волкову. Венесуэлец берет пенальти Обухов. А на добивании сыграть Анжелковичу мешает Терехов. Вот так. Ну, плохо. Откровенно, плохо пробил. И не сильно. Угловой быстро разыгран. Акроном Данилин. Левая его нога. Пас назад. Предполагалось, что под удар. Удар случился. И Обухов. Обухов вновь вытягивает очень сложный мяч. Да, это, наверное, по сложности не 11-метровый. Выше только представители Юга. Россия, Махачкалинская Динамо и Владикавказская Алания. Алания еще сегодня сыграет свой матч в Саратове против Сокола. И там еще нужно победить. Это будет не так просто сделать. Ахимки празднуют гостевой успех. Выигрывают в первом матче в истории противостояния этих команд. До скорых новых встреч на футболе.